Восток Украины, 2015 год. Горячая фаза военных действий здесь стихла. По всей стране около миллиона беженцев, на Донбассе тысячи погибших людей, города-призраки и нищета. Все это – результат гибридной войны и продолжающейся агрессии России против Украины. Гибридная война – актуальный вид войны. Ведется она не только с использованием вооружения, сколько силами политической пропаганды, террора и экономического давления. Пример гибридной войны – жестокая агрессия России против Украины. Официально войну не объявляли, однако финансирование оружия и военные в этом конфликте используются российские. Телевидение Российской Федерации применяет милитаристскую пропаганду для прикрытия или оправдания агрессии, а военная техника и форма солдат маскируются под сепаратистские силы Донбасса, которые на самом деле являются регулярными частями российской армии с вкраплениями местного населения. Гибридная война включает также подрывную деятельность российских спецслужб на территории, где боевые действия не ведутся. Ярким примером введения гибридной войны в 2015 году становится Одесская область. Несмотря на то, что вооруженного конфликта на юге Украины не было, в марте нынешнего года кремлевская пропаганда запускает очередной провокационный проект в Одесском регионе под названием «Народная рада Бессарабии». На этот раз в качестве раскачки ситуации инструментом выбран национальный вопрос. По замыслу российских стратегов идеологической основой данного проекта являлась необходимость защиты интересов народности исторического региона Бессарабия, их культуры, традиций и обычаев. В состав так называемой Народной рады или очередной Кремлевской республики должны были войти территории Арцисского, Белгороднестровского, Болградского, Саратского, Тарутинского, Татебунарского, Ренийского, Килийского, Измаильского районов, что привело бы к незаконному изменению государственных границ Украины. В это же время представители национальных меньшинств, которые проживают в Одесской области, понимая весь натиск кремлевской пропаганды и во избежание сценария Донбасса, обращаются к жителям региона. Мы не давали никого, никаких повноважений никому и не просили никого, чтобы они нас захищали. Наши интересы экономичные, социальные, политические и то иное. Если кто-то попытался, попытался или захотел, или создал какую-то организацию или раду, то пусть подпишутся. Почему они спрятались, почему никто не назвал, кто они, а взагали назвали болгары, перечислили молдаване, гагаузы. Мы этого не хотим и это неправильно. Мы заявляем перед всеми, мы просим всех, кто нас слышит, понимать, что самое главное, с чем мы живем, это право и достоинство сохранить мир. В Одесском регионе проживают более 130 представителей различных национальных меньшинств. Которые заселили эти земли еще в 19 веке. Представители каждой национальности могут реализовать свое право обучения на родном языке. В Совет национально-культурных обществ входят 32 общественные организации. В области издаются 5 различных газет на языках нацменьшинств. Также реализуется программа по поддержке представителей различных национальностей. Действуют 4 национально-культурных центра. Никаких проблем ни у одного из представителей других национальностей с выражением своей идентичности нет и не было. Об этом прекрасно известно каждому жителю и гостям Одесской области. О том, что более полутора века в Одесском регионе мирно и дружелюбно проживают представители более 130 народностей, в России не знают. Да и на фоне массированной антиукраинской пропаганды в российских СМИ не узнают об этом и телезрители России. На это и был сделан весь расчет. Но вот для чего кремлевским опекунам интересы ромской национальности – гагаузов, молдаван, болгар, дружно живущих в Бессарабском крае и которых ко всему же в той же России относят к низшей категории людей? Вывод напрашивается сам собой. Интересы представителей этих национальностей Кремлю не нужны. Просто необходим очередной низкопробный, полностью срежиссированный и проплаченный информационный повод. Получив под куполом Белоглавой добро на продвижение проекта Народной Рады Бессарабии, естественно, под отдельное финансирование в сотнях миллионов долларов. Его продвижение было поручено молодому амбициозному кремлевскому чиновнику Иналу Батовичу Ардзинбе. Инал Ардзинба является родственником первого президента непризнанной Абхазии Владислава Ардзинбы. В 2014 году в интервью российскому СМИ источник Совета Федерации России отмечает, что за достаточно жесткий стиль работы некоторые коллеги называют Ардзинбу добермана. В июне 2014 года в Кремле создают Комитет общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины. Одной из его главных задач стала информационная поддержка непризнанных территорий Республик Донбасса. В заседаниях Комитета часто выступают представители так называемых ДНР и ЛНР, в частности Олег Царев, Денис Пушилин, Андрей Пургин. Источник в Комитете говорит, что повестка дня каждого заседания спускается сверху, а его работу постоянно курирует Инал Ардзинба, сотрудник управления аппарата президента России. Уже в ноябре 2015 года прокуратурой Одесской области заочно сообщено о подозрении гражданину Российской Федерации Иналу Ардзинбе в совершении преступлений против национальной безопасности Украины. Следствием установлено, что в период с января по апрель на территории Российской Федерации подозреваемый занимался вербовкой для создания еще одной непризнанной республики, но только уже на юге Одесской области – Бессарабия. Кроме того, Ардзинба подозревается в содействии деятельности террористической организации ДНР. Есть у них проект «Бессарабия». Проектом этим руководит никто иной, как Инал Ардзинба. Это сын Владислава Ардзинба, исторического лидера абхазских сепаратистов, который сражался против Грузии вместе с россиянами в 90-х годах. Этот ублюдок, больше я даже никак не могу назвать, сидит в Кребле, встречался уже несколько раз с Путиным, по нашим данным, я думаю, что это легко проверить. И они готовятся, они готовятся, что там надо что-то сделать. Но это поэтапно. Он провел свою башкану, как я сказал, он выиграл местные выборы более или менее сейчас в Молдове, и он готовится где-то в сентябре-октябре наступать на молдавское правительство, чтобы заменить его пророссийскими силами. В Украине координаторами были назначены журналисты интернет-издания «Таймер». Сторонник пророссийской организации «Национально-освободительное движение Артем Бузила», который должен был выступить организатором публичных мероприятий. Информационное сопровождение поручили группе журналистов во главе с Еленой Глещинской. Артем Бузила, журналист, занимался рассылкой приглашений потенциальным участником Народной Рады Бессарабии с настоятельными просьбами принять участие в мероприятии. Позиционировал себя как бывший патриот Украины, хотя в его антиукраинских публикациях в российских изданиях, однако «Политком», «Политнавигатор», «Регнум» и других трудно найти что-либо патриотическое. Придит о Евразийском Союзе и мечтает побыстрее втянуть туда Украину. Является также учредителем интернет-издания «Насправде». Специализируется на молдавско-приднестровской проблематике. С начала российской агрессии против Украины неоднократно давал интервью таким сепаратистским интернет-СМИ, как «Анна Ньюс» Ньюсфронт. Первая попытка заявить о себе, провозгласив о создании Народной Рады Бессарабии, что планировалось сделать в начале апреля на одной из баз отдыха в Одесской области, провалилась. Несмотря на высокий уровень секретности, при подготовке к так называемой конференции Рады о планах сепаратистов стало известно в СБУ. Накануне данного мероприятия более 10 участников так называемого НРБ были приглашены на беседу с сотрудниками СБУ. Тогда в их числе помимо Бузилы и Глещинской был и одесский массовик-затейник Алик Ветров, он же Драган. Я уверен, что мы будем той Украиной, которую хочет видеть каждый из вас. Морской, как я представитель морского одесского региона, приезжайте к нам отдыхать. Промышленной, как представители промышленных регионов, туристической, аграрной страной. В общем, той Украиной, которую мы все с вами видим во сне. Наверное, рассказываем своим маленьким детям, которые делают первые шаги, идут в школу и смотрят и гордятся тем, что они украинцы. Это видео трехгодичной давности. Тогда Ветров хотел стать депутатом Верховной Рады. Тогда он думал о развитии украинского государства. А уже в 2015 году Алик Ветров сбегает в Россию, где в качестве рупора путинской пропаганды начинает отрабатывать деньги Кремля на федеральных каналах. И если Украина дождется ответной провокации, то это будет прямая дорога, как говорил и Закарченко, и все остальные. И мы с тобой, это будет прямая дорога на Киев. Но таким смелым, как на российских телеканалах, он был не всегда. На беседе с сотрудниками службы безопасности Украины он плакал и раскаивался в содеянном. А ведь в апреле представители правоохранительных органов Украины просто разъяснили, чем грозит такая деятельность для госбезопасности и уголовной ответственности в случае непрекращения ее проведения. Таким образом, первая попытка презентации сепаратистской организации была сорвана силовиками. Но уже 6 апреля в Одессе якобы состоялась конференция, но о ней широко раструбили лишь российские СМИ, а также ряд их карманных интернет-сайтов. Заявили и об участии зарубежных экспертов, и влиятельных политиков, правда, в Украину никто из них так и не въезжал. В качестве информационного рупора был создан одноименный сайт, адресом регистрации которого указан частный заброшенный дом в Измаиле. А телефон администратора имеет российскую принадлежность – город Москва. Уже спустя несколько дней всех участников сепаратистского шабаша задержали работники СБУ. Их обвинили в совершении преступлений против территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Основных организаторов – Бузилу, Глещинскую, Загорюка, Диденко – по решению суда оставили под стражей в следственном изоляторе до вынесения приговора. Впоследствии суд приговорил их к различным срокам лишения свободы. В отношении Глещинской судебные слушания продолжаются. Все они подтвердили свою материальную заинтересованность в вопросе продажи интересов своего государства стране-агрессору. Выход из проекта основных игроков вывел на передний план никому ранее неизвестного заместителя-председателя организации «Союз Приднестровцев Украины» Дмитрия Затулеветра, который в итоге и сам не понял, во что оказался втянут российскими спонсорами. Это была идея создания общественной организации. Деньги как таковые, ну, как вы понимаете, и я понимаю, любой труд даже в общественной организации, он должен быть оплачен. Нет, не соглашусь, я не понимаю, когда Родиной торгуют, а уже Родина фактически, еще раз говорю, торгуют. Ну, подождите, опять, ну почему Родина торгует? Ну, в итоге это вылилось во что? Ну, я так же, как и вы, в принципе, в последнее время только из СМИ, подчеркну, ну, собирал информацию касательно всего этого, то, что вокруг этого раздразилось, что, естественно, меня очень сильно напугало, поэтому я и... Почему Испок появился? Вроде же вещь безобидная, вы же об этом говорите. Ну, честно, организация, ну, с громким названием. Испок появился, во-первых, ну, скажу прямо, когда я прочел в интернете отзывы на многих сайтах. Тут же на горизонте появляется и некая Вера Шевченко. Идея у нас хорошая, но мы, значит, будем стремиться, чтобы у нас все получилось, причем получилось в лучшем виде. Вера Шевченко – инструктор фитнес-клуба «Багира», которая также известна своим участием в движении «Креативная молодежь плюс» под лидерством эпатажного фрика Евгения Довлатова. Именно ее российские СМИ представляли как лидера Народной Рады Бессарабии. Попытки Веры Шевченко с новой силой развернуть бурную деятельность по защите прав народности Бессарабии под знаменами Народной Рады также не увенчались успехами, встретив своевременную реакцию со стороны силовиков. В данном случае кремлевским кураторам пришлось перейти исключительно в лживую информационную плоскость. Уже в мае было заявлено о проведении второго съезда Народной Рады Бессарабии, где якобы участвовала Шевченко и зарубежные гости. На самом деле подставные лица получили свой гонорар через систему обезличенных электронных платежей, арендовали кафе в Одессе, пригласили массовку, нашли в интернет видеооператоров и сняли с разных планов короткометражные ролики обстановки в здании общепита. Вера Шевченко, которая в российских масс-медиа являлась якобы лидером Рады Бессарабии, в проведении так называемой конференции участие вообще не принимала. Я обратилась в СБУ от Народной Рады Бессарабии с просьбой провести юридическую экспертизу манифеста на предмет отсутствия в нем сепаратистских направлений. На сегодняшний день ответа на данное прощение мы еще не получили. Поэтому, когда 16 мая 2015 года меня пригласили принять участие во второй конференции Народной Рады Бессарабии, я, ссылаясь на отсутствие данного ответа, участвовать не отказалась. Таким образом, раздутая в российских СМИ мероприятие оказалась всего-навсего очередным постановочным сценарием Кремля. У кого-то с той ссылкой наблюдала за трансляцией. Была это трансляция онлайн, либо же это была видеозапись, я сейчас определить не могу, но мне заранее был сброшен адрес, и в связи с тем, что я туда доехать не собиралась, я его не сохранила. Исходя из того, что я видела, опять же, я не могу сказать, это онлайн-трансляция, либо же это запись. Вот так в составе трех человек и был проведен второй съезд Народной Рады Бессарабии. Согласитесь, не самое зрелищное мероприятие. Опробовав данную тактику, где вроде на картинке есть все, а в реалиях и не нужно, координаторы Народной Рады Бессарабии решили поставить театр абсурда на поток, очевидно, плотно подсев на щедрое финансирование из карманов российских налогоплательщиков и потребителей данного фальшивого информационного продукта. В линейку последующих мероприятий от имени НРБ выстроились псевдоакции, митинги и пресс-конференции. На них объявляли манифесты автономии Бессарабии, коменданта Бессарабского края, протестовали против президента, правительства и губернатора. Сегодня он приехал в Одессу, чтобы развязать крова и уходим при струне. Ратовали за освобождение Бузилы. Что за акция, ребята? Без понятия. Без понятия? Без понятия. Кому свободу? Свободу от Бузилы. Не знаете? Нет. И, наконец, провозгласили в Белгород-Днестровском о создании Бессарабской республики Буджак. Я, Господь Валерия Александровна, заявляю, что в никаком отношении к сепаратистским проектам народная рада Бессарабии, Балгарская народная республика, Республика Буджак и подобным фейковым организациям не имею. Я, Шишман Дмитрий Дмитриевич, категорически заявляю, что никакого отношения к сепаратической деятельности организации народной рады Бессарабии, Республики Буджак, Бессарабской народной республики, а также подобным фейковым организациям не имею. Я, Янков Александр Александрович, категорически заявляю, что никаких предложений по поводу моего значения рекомендантом или общественным правозащитником. Трансуаром Народной Рады Бессарабии я не получал. Какого-либо иного участия в действии Народной Рады Бессарабии я не принимал и не принимаю в настоящее время и в будущем не собираюсь. У всех этих людей есть одно общее знакомство. Все они так или иначе связаны с неоднозначным деятелем непризнанного Приднестровья Дмитрием Сойным и лидером Одесского антимайдана Дмитрием Майданником Одиновым. Оба находятся за пределами материковой Украины и именно оттуда режиссируют за очень хорошие деньги сценарий выдуманной истории Кремля, которая вполне реально воспринимается российскими зрителями. Майданник Одинов Дмитрий Николаевич является основателем патриотической организации «Славянское единство». Известна в Одессе тем, что проводила множество мероприятий популяризации русского мира и славянской солидарности. Именно эта организация была одним из ключевых организаторов регулярно проводимых в Одессе русских маршей и других массовых мероприятий. В январе 2014 года Дмитрий Одинов стал инициатором создания Одесской дружины и палаточного лагеря на Куликовом поле Одессы. Кроме того, Одинов стал одним из руководителей массовых мероприятий на Куликовом поле. 2 мая участвовал в столкновениях против сторонников Евромайдана в районе Греческой площади. После трагических событий он сбежал из Украины. По предварительной информации, находится в Крыму. Дмитрий Соин, сотрудник КГБ и ФСБ, он же приднестровский депутат, возглавлял в Террасполе провластную организацию «Прорыв». Объявлен в розыск в Молдове и Украине. Соратник бывшего министра КГБ непризнанного Приднестровья Антифеева, который сейчас имеет непосредственное отношение к террористической организации ДНР. Дмитрий Соин сбежал в Москву и оттуда запускает фейки ради Бессарабии, тем самым безуспешно пытаясь раскачать Одессу и Молдову, рассчитывая, что Бессарабия отколется и пойдет в таможенный союз России. Таким образом, любые попытки Кремля и генераторов российской пропаганды раскачать Одессу и рассорить многонациональный народ, заведомо обречены на провал. Народ Бессарабии в потенциальном своем большинстве, он довольно-таки проукраинский. Поэтому фундамента для этого нет. А провоцировать только на этой почве и будут. Разыграть сценарий, подобный Донбассу, в Одесской области уже не получится. Уж слишком дорогую цену за тот самый пресловутый русский мир заплатил Восток Украины. Мы разные. Наши мамы пели нам колыбельное на разных языках. Наши предки молились с разным богам. Но нас объединяет одно. Мы все живем в Одессе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одесса к намет в sight. Одесса нет. Одесса хочет быть плачком. Одесса потребует мир. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одессе нужен мир. Украине нужен мир.